В Бендерах на Днестре прошла регата памяти тренера Николая Туфанюка. На воду вышли юные грибцы и ветераны. Открыли соревнования «Академические восьмерки». Среди участников был и президент Вадим Красносельский. Ветераны грибного спорта спускаются к воде, несут восьмерку. Через считанные минуты три экипажа будут соревноваться между собой. Президент Вадим Красносельский в бендерской команде. Как сегодня погода для гребли подходящая? Нормально. Главное, чтобы не было ветра против течения, иначе волна им будет заливать. Ветер по течению северный, иначе все нормально. За гонкой наблюдают судьи. Один с берега, второй с воды. В катеры разрешили сесть и нам. Плывем за гребцами. Контролируем гонку. Пошире встаем, ребята, чтобы не съехаться. Рулевые у нас опытные, но на всякий случай. А какое должно быть расстояние между восьмерками? Оно стандартное. Если есть дорожки, то дорожка 9 метров или 8 шириной. 350 метров. Дистанция небольшая, но опасная. Лодки набирают скорость примерно в 25 километров в час. К финишу первыми пришли гребцы из Тирасполя. Президентский экипаж немного отстал и занял второе место. У вас такое настроение хорошее. Почему? Потому что вы первое место взяли? Конечно. Всегда хочется первого места, когда выходишь на стол. А как соперники вообще были? Сильные, сильные. Достойные. В чем секрет? Почему первое место сегодня взяли? Две команды из Бендера, и вот второе и третье взяли. Тренировки, исполчение самое главное пошло. Ну вот угадать ход лодки, это очень большое дело. После восьмерок на короткие дистанции вышли одиночки и двойки. Гребцы от 14 лет и старше. Поддержать спортсменов пришли десятки зрителей, родители и друзья. На кого смотрите? На дочку вот. На свою дочку? На дочку. Вот она сейчас будет тоже одна в одиночке. Ага. Ну скажите, пожалуйста, как вам сегодняшнее соревнование? Отлично. Замечательно. Очень красиво. Интересно. У нас папа чемпион, поэтому мы приходим каждый год за него болеть. Уже выступил? Конечно. И как? Расскажите. Занял первое место. Стартовали все от обновленной грибной базы. Именно здесь под руководством Николая Туфанюка выросли сотни мастеров спорта. Победители и призеров чемпионатов Европы и мира. В памяти бендерском тренере каждый год проводят соревнования. Помним его современные еще Советского Союза, когда еще совсем молодые ребята, вот как здесь стоящие в строю, приходили на базу. Тогда она была немножко другая. Занимались. Николай Алексеевич вкладывал душу своим тренерским словом. И, конечно, в этом был однозначный результат. И не важно, каких вершин ты достиг. Главное, чтобы ты научился работать в команде и достигать успеха. Регата памяти длилась около трех часов. Лучших спортсменов наградили. Яна Раховская, Леонид Мостак, ТСВ.